В государстве. И сейчас, говорим, сейчас у нас прямой эфир уже. Ага. Ага. Все. Все. Добрый вечер, наши дорогие зрители, слушатели, кто сейчас в прямом эфире или кто будет смотреть на записи. Всем привет. Это видеопроект «Интересный понедельник» и его ведущая я, психолог Ирина Славьева. Каждую неделю у меня в гостях прекрасные специалисты, просто замечательные люди, которые представляют разные подходы в психотерапии, в смежных специальностях. И можно пообщаться на разные темы. Вы можете в комментариях писать свои мнения, отклики, вопросы. И сегодняшней нашей темой стала психосоматика. И не просто психосоматика, а взгляд остеопата на психосоматические проблемы. И у нас в гостях прекрасный специалист, врач, психотерапевт, остеопат, замечательный человек, очень талантливый и способный, играющий на японской фейте. Олег Корошев. Олег, спасибо, что согласился выступить. Спасибо за приглашение. Моя прекрасная учительница, мой хороший друг и наставник, и все в одном лице, и красивая женщина. Ирочка, спасибо большое за приглашение. Очень приятно с тобой пообщаться. И, к сожалению, в такие времена, что мы не можем часто общаться, но всегда в душе, в наших сердцах эта связь есть. Мы помним друг о друга с любовью на расстоянии и чувствуем эту любовь независимо, где бы мы ни находились. Мне очень тепло от твоих слов. И я надеюсь, что наши слушатели тоже чувствуют теплую атмосферу. Вот у нас уже пишут приветствия, смайлики, сердечки. Дорогие слушатели, это всегда очень приятно. Приветствия, пожалуйста, нас поддерживайте. И, если что, задавайте вопросы, спрашивайте. Может быть, ты немножечко, чуть больше про себя расскажешь. И почему, собственно, остеопатия? Потому что ты интересовался очень разными направлениями, специальностями. Вот для наших зрителей, скажу, мы познакомились с Олегом через телесно-ориентированную психотерапию. Это один из подходов, которым Олег владеет. Вот. И много работает как остеопат. Ты прекрасный специалист, совершенно замечательные отзывы от пациентов. Вот. Немножечко про себя, да, и почему ты выбрал остеопатию? Вот ты можешь. Да, наверное, я про себя скажу. Почему остеопатия? Почему не какая-то другая медицина? Я долго искал для себя, и будучи врачом, мы занимались иглореклексотерапией, цивительством каким-то, насколько это было возможно в те времена. И я понимал, что вот чего-то не хватает. То есть не хватает и нашей медицине, и не хватает мне в каких-то знаниях. Вот. Целостная система. Меня всегда интересовал вопрос целостности. Слово целительство, как раз оно очень хорошо и емко обозначает это целительство, это собирание целого. То есть что-то разрознено в человеке, да, и вот целитель собирает вот эту целостность. И вот как раз вот целостной картины, ее как-то не хватало. И когда появилась остеопатия, уже у меня все пазлы сложились, у меня сложился пазл медицинский, потому что все остальные, допустим, направления, они либо уже отвергали, говорили, что не нужна медицина, да, и вот только целительство, и работа с энергией, с тонкими телами спасет человека. Вот. Все остальное как бы нет. Либо медицина лопатическая, которая говорила, все это пережитки старых каких-то суеверий, верований. И это не помогает. Помогает современная технология, лекарства, операции, нужно идти этим путем. Гормональная терапия. И остеопатия, как ничто лучше, наверное, из дисциплины, но соединила и объединила вот эти два направления, помирила их и раскрыла как раз вот очень большой спектр возможностей работы и как врача, и как целителя в традиционном понимании этого слова. Потому что остеопатия включает в себя, ну, я считаю, четыре направления, которые охватывают очень большой спектр человеческой пилировки. Остеопатия, извини, у нас потому что могут быть очень разные зрители. Может быть, тогда просто пару слов сперва вообще, что такое остеопатия? Да, вот я и хочу, я к этому подвожу. Остеопатию часто путают с мануальной терапией, часто путают с массажами, и там с экстрасенсорикой, и энергетическими техниками какими-то, да, каким-то мистическим окрасом она часто бывает окрашена в словах людей, в разговорах. Вот остеопатия – это все-таки наука, которая, вот, как я сказал, она соединила и медицину, и традиционные целительные практики, энергетические практики, восточная медицина, акупунктуры, аюрведы. И много-много всего, потому что основатель стил, он был традиционным врачом, но в то же время он получил очень огромные знания по древнеегипетской медицине, по восточной медицине. И он это все, это мануальная терапия, да, то есть можно это назвать мануальной терапией, потому что это лечение только руками, не инвразивно, без всяких приборов, без всяких уколов, без исследований, то есть это лечение и диагностика только руками. Да, поэтому смело можно назвать, что да, это мануальная терапия, но она отличается тем, что она работает не только с опорно-двигательным аппаратом, она работает с внутренними органами, она работает с центральной нервной системой, она работает с пастурологическим уравновешиванием. Это тоже очень важный аспект, который влияет очень сильно на нашу жизнь. Что такое пастура? Пастура – это поза, это положение нашего тела вертикально в пространстве. И действительно это очень большая для меня остается загадка и, наверное, последние мои такие изыскания. Я очень часто на это обращаю внимание, потому что многие нейрофизиологи, многие неврологи, они хотят даже выделить отдельно в нервную систему, назвав еще пастурологическая нервная система. Что такое пастурологическая нервная система? Это все механизмы, которые помогают, и все органы и системы, которые помогают нам стоять вертикально. В принципе, так оно и заложено в жизни. Мы рождаемся, и нет ни одного живого существа на Земле, который проходит такой длинный этап после рождения, чтобы встать на ноги, вертикализоваться. И мы не помним, на самом деле, как это тяжело, что мы вот сейчас сидим, я держу голову, и нам кажется, и ты держишь голову, и мы смотрим прямо, и нам кажется, что это легко и здорово. Но когда мы родились, это была целая проблема, мы тыкались головкой и пробовали. Почему? Потому что она у нас тяжелая, она весит как 5 литров, 3 литра воды, и, конечно, ее тяжело держать. И вот в этом построена вся система пастурологическая, что нашему телу, на самом деле, очень тяжело вертикально находиться. И как работают эти системы, это тоже очень важно. И остеопатия, она захватывает. Кто-то уделяет на этого больше внимания, кто-то меньше. Вот я уделяю очень большое внимание именно пастуре. Как человек лежит на столе, как я его лечу, это одно. Вот как он потом встанет и пойдет, и как у него организм адаптирует это все, его система, все мое лечение, вот это очень важный момент. И остеопатия захватывает это. Почему я пришел в психотерапию, опять же, да, потому что работа с более тонкими системами, остеопатические, а остеопатия может работать, и я работаю непосредственно с детьми, которые еще находятся внутриутробно. То есть я работаю с некоторыми семьями. С начала планирования беременности на моих руках родилось уже пятое поколение детей, которые приходят, которым сейчас 18-22 года, и у них семья, у меня есть семья, которых там 5-4 детей, и вот уже пятое поколение на моих руках с живота, знающие меня. И, конечно, это здорово, когда приходят семьи. И, конечно, почему меня заинтересовала психотерапия? Потому что работая с более тонкими структурами, работая с детьми, работая с беременными, новорожденными, там уже ты не будешь работать с суставами, с мышцами, ты как раз работаешь с внутренними органами, работаешь с центральной нервной системой. И это очень тонкие движения, когда остеопат закрывает глаза. Для чего? Для того, чтобы лучше слушать руками этим удивительным нашим органам, в котором прошито очень много мудрости в нашей руке. На нашу руку можно, нашей рукой можно любоваться, смотреть, изучать ее, никогда не понять таинство руки, потому что это действительно еще очередное таинство. И остеопатия, она оттачивает эти методологии, тренирует руки, чувствительность рук, так как у слепых людей. То есть у них утрачена одна функция, но она усилена за счет другой. То есть я зрячий человек, но я тоже могу усилить эту функцию путем тренировок. И слышать, как себя ведет ребенок в животе. То есть я работаю с беременной, с мамой она пришла, но я слушаю уже ребенка, я работаю с двумя детьми. Когда ты работаешь на тонком уровне, безусловно, ты попадаешь и на тонкие энергетические планы. И я считаю, что психика находится на более тонком энергетическом плане. Это информационное поле более тонкое. И когда ты входишь в взаимодействие с более тонкими полями, безусловно, как я пришел к этому, на сеансах начали происходить фонтанные соматоэмоциональные освобождения у людей. То есть я работаю с системой, мягко положив руки, вдруг человек начинает плакать, либо начинает смеяться, либо у него всплывает какая-то информация, перинатальная информация, родовая информация, забытая, вытесненная какие-то эмоции, страхи, переживания, которые он уже и не помнил. И я понял, что мне нужно восполнить эти знания, потому что непрофессионально идти туда, не имея навыков, не умея образования психологического. Потому что как остеопат я мог остановить процесс этот, то есть дать человеку выплакаться, но не идти с ним дальше. Потому что если идти дальше, я должен знать, что мне делать, если я веду. И мне стало интересно, я сначала отправлял людей к психотерапевтам, но так как это очень тесный и очень интимный контакт, который строится между пациентами и врачом во время сеанса, многие пациенты стали отказываться и говорить, «А вы не можете сами позаниматься с нами, ну именно с психосоматикой, с психикой, с теми эмоциями, с теми ощущениями, которыми я вышел. Я вот пошел, интересуясь, понимая, что передо мной открывается еще одна очень большая, большая интересующая меня дорога, не только тела, но и психики, которая уже открывает еще дополнительные ресурсы, помощи людям». Вот такая вот история. И про истеопатию я сразу переключился и на психику, и чуть-чуть уже забросил зерна нашей беседы, психосоматические аспекты и проявления. Меня вызывает большое уважение то, что ты очень любишь свою работу, любишь людей, но когда работаешь, работаешь искренне от души, мне кажется, люди это всегда чувствуют, тем более в таких тонких сферах, где очень глубокий донанс между специалистом и пациентом. И вот по поводу работы руками, а сейчас, знаешь, мне вспоминаются слова нашего общего учителя, Дэвида Баделла, у которого мы вместе были в Швейцарии на обучающих семинарах. Я говорил, почему телесно-ориентированный психотерапевт работает руками, потому что ладони – это окна сердца. Мне кажется, про истеопата можно сказать то же самое. Да, да, это именно так, потому что Кант, по-моему, он сказал, что руки – это выросты нашего сердца. И Гиппократ, по-моему, тоже говорил, что это… Ну, действительно, руки у нас растут. У славян – это место, где находится сердце, душа называлась чувствилище. И руки, они растут из этого чувствилища. Это продолжение, это как провода, это как корни, это как ветви дерева, которые берут солнце, берут воздух, берут информацию и передают ее дальше уже в систему человека. И при должной тренировке, конечно, это очень удивительный диагностический инструмент – рука. И, конечно, остеопатия, она расширила больше для меня горизонты и в телесно-ориентированной психотерапии, потому что телесно-ориентированная психотерапия в большинстве своем, она работает с мышечным панцирем, как это было положено со времен Райха. И это здорово, конечно. Но есть, я говорю, более тонкие структуры, которые в психосоматическом аспекте они включаются гораздо раньше, чем уже внешние мышцы и более крупные мышцы, которые мы привыкли видеть, как мы двигаемся, мы двигаемся за счет длинных рычагов, жестикулируем руками. Но есть и более короткие, более маленькие мышцы. А есть вообще внутренние органы, которые являются первыми амортизаторами стресса. И как же тогда остеопат рассматривает психосоматику? Да, я сейчас расскажу сначала такую, наверное, притчу или не притчу, которая у меня родилась. Я думал, какой орган привести, какую систему привести в нашем разговоре, я решил рассказать рассказ о замерзающем человеке. Вот смотрите, то есть почему я начал говорить про тонкие структуры. Первым откликается на раздражение в нашем организме это внутренние органы. То есть у нас мы получаем какой-то раздражитель в виде стресса. Стресс можно обозначить по-разному. Это может быть холод, это может быть интоксикация, это может быть травма, это может быть эмоции, это может быть все, что угодно. То есть все это можно называть стрессом. Мы берем, допустим, за стрессор холод. Человек начал замерзать. Какой-то человек начал замерзать. И все мы когда-то замерзали. Что можно предпринять? Можно одеть одежду теплую, то есть прекратить это раздражение. Можно подвигаться, погреться, разогнать кровь, попрыгать. Это тоже согреет на какое-то время. Безусловно, это предпринятые меры. Если человек не предпринимает никаких мер, что первым реагирует? Наверное, наши слушатели, мы с тобой, мы знаем, когда мы замерзаем, мы почему-то хотим в туалет чаще. Да, замерзли. И что же нас гонит туда в туалет? А нас гонят в туалет почки. Да, потому что они активно начинают сбрасывать. Вот это первая реакция на внутренний орган. Они первые начинают, они начинают сбрасывать лишнюю жидкость для того, чтобы сохранить, аккумулировать тепло. Если человек дальше продолжает замерзать, и он не оделся, не согрелся, не попил теплого чая, дальше человек начинает что делать? Он начинает, вот тогда начинают включаться мышцы. То есть человек начинает съеживаться, хлопать себя, то есть его тело начинает аккумулировать тепло, собираясь в комочек, согреваясь таким образом. Если дальше человек не продолжает, не предпринимает, либо он не может сделать ничего для того, чтобы прекратить этот холод, наступает уже обратная реакция, и тогда уже от мышц обратная реакция идет во внутренний орган, который уже не справляется, где начинаются морфологические изменения, которые уже отправляют обратный сигнал в мозг, и дальше уже система, она либо у нас умирает, и часто людей, находящихся, которых нашли, которые замерзли, находят именно в скрюченном состоянии. Вот их именно нашли в таком состоянии, когда они аккумулировали, аккумулировали тепло, и в конце концов они все-таки замерзли. Либо другой вариант еще, то, что человек сбросил себя одежды, захохотал, побежал, вот сошел с ума. У него выключился этот механизм, у него переключилась психика на другой, и он выжил, но уже с повредившимся рассудком. Вот такая вот как бы, как работает как бы стресс в нашем организме. И в принципе это происходит очень часто. То есть в последнее время мы все погружены, и уже не только в последнее время, на самом деле я замечаю это давно в своих пациентах, в маленьких, в больших. Мы живем в эпоху психосоматических раздражителей. Это несколько недель назад, про это Марк Сандомирский говорил, тоже был в интересном понятельнике, автор известной книги о психосоматике. Он говорил, что сейчас время психосоматики. Да, и это, конечно, очень печально, потому что я, ну, прежде всего, конечно, у меня болит сердце за, и душа за маленьких пациентов. У меня их 70%, я говорил, от новорожденных, от зачатия до уже, до взрослого возраста. Я вижу, как на них сказывается вот этот вот стрессор, вот эта вот общая информационная интоксикация, я называю сенсорная интоксикация, потому что мы, безусловно, сенсорная культура, у нас все сейчас завязано на смартфонах, на телефонах, на планшетах, на компьютерах, на картинках быстро меняющихся. И наша система, к сожалению, она таки осталась. Неокортекса всего там несколько миллиметров, миллиметров, миллиметров. Все остальное – это лингическая старая система, которая по-прежнему живет старыми законами. Бей, замри, беги. И она включает эти механизмы. То есть, почему почки? Почему я начал говорить про почки? Потому что там есть удивительный второй орган, который называется надпочечники. Они находятся над почками. И если говорить как раз про стрессоры, то как раз надпочечники вырабатывают адреналин и кортизол. Адреналин вырабатывается тогда, когда у нас кратковременный стресс. Нам надо либо сбежать, либо напасть на кого-то. То есть, это такая короткая реакция. И она спасает нашу систему от угрозы. И кортизол уже – гормон, который уже направлен на более длительный стресс. Когда человек находится в более тяжелой ситуации, долгое время, и он позволяет нашему организму адаптироваться. Плюс ко всему, это гормоны, безусловно, и там вырабатываются другие гормоны, которые непосредственно влияют на выработку тестостерона, экстрогена. Это мужского и женского гормона. И психосоматика. Как работать? Часто панические атаки, тревожность, депрессивное состояние, плохой сон, повышенное артериальное давление. Человек может, безусловно, обратиться к психологу, к психотерапевту, когда у него случаются панические атакки. И где-то помогает ему, конечно, мы помогаем адаптировать, как психологи. Но здесь вот как раз всплывает вопрос, а нужен ли ему психолог, либо ему нужен специалист, который бы увидел, что проблема-то уже не только в психике, а уже и в соматике. Что надо спасать надпочечники, что у человека истощены надпочечники, что у него работает уже этот порочный круг. Да, безусловно, человек получает стрессоры, он испытывает страх, он испытывает агрессию, он испытывает тревожность, он испытывает непонятное для себя состояние, потому что в этих состояниях живет все человеческое общество, последние десятки, а может быть, уже и больше. Мой учитель говорил, что это началось еще с первой Великой Отечественной войны, когда традиционное знание начало подменяться рыночной экономикой, когда традиционная иерархия ценностей была опрокинута, и то, что было вверху, стало внизу. Мы являемся уже продуктами вот этой вот цивилизации, которая построена на выгодах, на определенных финансовых выгодах, выгодах экономических, политических, психологических выгодах, выгодах управления, и человек управляемый, мы увидели это, как все это управляется во время коронавируса, перевивочных различных мероприятий, потом это вылилось в войну. Безусловно, человек управляемый человек, его психика находится у современного человека в очень шатком, в очень хрупком состоянии. И, к сожалению, почему я заговорил про маленьких детей, я наблюдаю, что уже последние 15 лет, это уже и свои практики я наблюдаю, сначала для меня это было удивительно, сейчас я уже точно всем говорю, что дети у нас уже рождаются последние 20 лет мутанты. Мутанты в каком плане? В том, что они уже изначально, внутриутробно испытывают те стрессы, которые были нехарактерны для маленьких существ, которые зарождаются еще 30-40 лет назад. Мне говорят, ну тогда же тоже были стрессоры, голод, война, я говорю, ну это были стрессоры, которые охватывали целые народы, целое государство, определенное время, да, и народ вместе там переживал какой-то период времени, безусловно, и конституционировали лагеря, в которых сидели люди, да, и просто вот эти ужасы войны, да, безусловно, но еще до войны, еще до прививок, человек себя вогнал в эти стрессоры, потому что, находясь в информационном поле, смотря информацию, молодая мама, беременная мама с телефоном, она уже, ее система получает столько раздражителей, сколько не получала ни одна женщина 20-30 лет назад. И что происходит? Если у мамы вырабатывается активно адреналин и кортизол, ее надпочечниками, ребенок, видя, что у мамы активно теряются эти гормоны, его надпочечники начинают спасать маму, и маленькое это существо начинает спасать маму, вырабатывая своими маленькими надпочечниками, адреналин и кортизол, которые вообще не должны вырабатываться в его системе. И, безусловно, что я наблюдаю в детях, и мы наблюдаем в детях, с чем сталкивается современность наша, что ставится в диагноз современным детям, синдром дефицита внимательной и гиперактивности в школах, повышенный тонус, дети не разговаривают на трех лет, ко мне приводят детей, которые плохо говорят. Аутичный спектр расцветает просто уже не только цветами радуги, а его становится столько, что некоторые специалисты не могут определить сначала, что это аутичный спектр у детей. И это все связано вот с теми стрессорами, с теми переживаниями, которые испытывает мама. Безусловно, родители мечутся с детьми, по врачам, с различными проблемами. То ребенок не говорит, то он не ходит, то у него гипертонус, то он ходит на цыпочках, он гипервозбужден, или, наоборот, он вялый и сдавшийся, и у него гипотонус во всей системе. Потом он идет в школу, там начинает жаловаться учителя на его поведение, на то, что он не может сосредоточиться. Это вот основные болячки современности, это основные проблемы, болезни молодеют, и это уже не секрет. И я задавался вопросом, ну, давно уже, когда это все началось, почему это происходит, и вот как-то, особенно после коронавируса, когда люди приливались, когда люди в страхе находились, очень долгий период времени, я своими диагностическими методами увидел то, что прежде всего, что истощено в организме, это надпочечники, один из гормонов, который на самом деле связан с гипофизом. То есть это называется даже гипофазарно-надпочечниковая буга, потому что это очень, ну, очень огромная система, влияющая на вообще наше поведение, на наши реакции, на наши адаптации, на наше реагирование на стресс, на нашу возможность противостоять стрессу, адаптироваться к каких-то тяжелых обстоятельствам. Да, сейчас очень много проблемных деток, и даже сейчас стоит вопрос о пересмотре рамок нормы, потому что что такое норма? Обычно норма – это среднестатистическая, а если сейчас среднестатистическая, это не норма, да, то есть если ненорма становится больше, чем нормы, тогда ненорма автоматически становится нормой тогда, потому что ее больше. Да, да. Ну, ты что такое психосоматика? Я опять же хочу повториться, потому что это слово тоже начали эксплуатировать, и оно как-то вот затирается, уже его все произносят, это слово. Я еще раз хочу напомнить, ну, и слушателям нашим, и для себя, опять же, то, что это слово у нас строится из двух – психо и сома. И на самом деле это равновесие, это всегда, то есть часто психосоматика воспринимается людьми, именно работа, что вот что-то в моей психике, какие-то мои эмоции запустили патологические процессы в моем теле, в моем организме, и я заболел. А не рассматривается другое, да, то, что орган может давать обратную такую же реакцию, замыкаясь, вот на примере надпочечников, мы живем в стрессорной ситуации, да, мы можем этого не замечать, но надпочечники замечают, и их дисфункция, их истощение запускает механизм вот этой тревожности, непонятных страхов, да, и вот, пожалуйста, и что здесь, да, то есть мне нужны либо надпочечники, да, либо научиться как управлять своей психикой, оказывается, надо и то, и то, то есть надо уже уделить внимание и питанию своему правильному, и образу жизни, и отдыху, потому что у нас почки, они восстанавливаются во сне, они как батарейка, человек современный тревожно спит, то есть большая радость на сеансе, когда у меня сегодня последняя пациентка маленькая, она всегда приходит, она, когда мама ее приводит, она говорит, она говорит, когда узнает, куда ехать, она прямо там в ладоши хлопает, она приезжает, и это гипервозбужденный ребенок, и через какое-то время она засыпает, и это очень здорово, потому что мы входим в резонанс как раз с теми ритмами, которые позволяют ребенку выйти из этого стресса, что они даже в семье дети, они, как бы родители не скрывали этого, дети – это самое чувствительное существо, до трех лет они экстрасенсы, и поэтому я мамочек, и будущих мамочек обучаю современных чему, то, что вот вы беременная, да, вы понервничали, кто-то вас на машине подрезал, где-то вы информацию какую-то услышали, интоксикация какая-то прошла, и вы там заболели чем-то, это все стрессоры, это все какие-то моменты, вы со своим ребенком разговариваете, безусловно, у них нет еще рационального мозга, но эмоциональный мозг у них уже очень прекрасно развит, они все чувствуют, они все знают, они все воспринимают, разговаривайте своими словами, говорите там, дорогой, дорогая, это моя проблема, я ее решу, вставьте в курс ребенка вот с самого начала, не думайте, что это какое-то там существо, которое только начнет соображать, когда оно заговорит, и начнет вам улыбаться, оно уже все понимает, и все прекрасно воспринимает, и прежде всего, наши психосоматические реакции, наши раздражения, наши волнения, наши переживания, то есть все откладывается вот в этом маленьком теле, и мы боремся, боремся, и это очень сложно с этим бороться, одно дело, когда были родовые процессы, роды, это тоже трудоемкий процесс, когда нашу систему сдавливает, наш мозг сдавливает, череп, позвоночник, да, и этим занимались традиционно, и бабки поведухи, они помимо того, что помогали роженице, они помогали и маленькому ребенку, снимали миофасциальные, мышечные напряжения, путем гимнастии, техника называлась, лепка колобка, то есть они брали голову, так же, как я, остеопат, беру голову ребенка, не значит, что они ее мяли, может быть, как тесто, но, слушая и видя напряжение, они снимали напряжение с мембран мозга, тем самым, тоже уравновешивая и центральную, и периферическую нервную систему, наш биокомпьютер, который управляет, и который находится как раз на тесном контакте с психикой, то есть если разбирать в иерархии тело нашего, кости более плотные, мышцы там чуть-чуть помягче, дальше идут внутренние органы, а дальше идет мозг, и дальше уже над мозгом можно уже выстраивать иерархию более тонких тел, психологическое тело, астральное тело, кто кому что нравится, кто что видит, как бы, кто воспринимает это, что у нас есть душа, хорошо, кто не воспринимает, ну, может быть, все равно хотя бы воспринимает свое тело, свои какие-то психические реакции, которые субъективные, которые нельзя измерить, которые нельзя потрогать, но они есть, как называется, психологическая энергия еще, то есть то, что мы производит, наша психика, как это вычислить, эту психологическую энергию, никак психотерапия, психологи, психиатры, они этим занимаются уже много-много лет, но вот столько направлений, говорящих о том, что это очень обширное какое-то поле, да, еще плохо изученное, да, мы опираемся на труды Райха, опираемся на Боаделлу, который был еще того поколения человек, да, а как меняется человек, как он быстро меняется последние десятилетия, да, и насколько те знания, которые мы получили от наших великих учителей, актуальны на сегодня, вот как бы основной вопрос, и чем я занимаюсь, это разработкой как раз нового языка психологии, психотерапии, понимания, потому что я сам не понимаю, я практик, и я просто вижу, я чувствую, но многое еще остается неразрешенным вот в этом большом и емком слове, как психосоматика, это я просто сегодня вот вкратце обрисовал ту ситуацию, которую я вижу, то есть как приходят люди после вот этих длительных стрессоров, вот прививка, интоксикация, это тоже интоксикация, это яд, да, то есть какая бы она прекрасная ни была, это тоже стресс для организма, и насколько у нас организм, почему такие реакции возникли у людей после прививок, да, потому что я всегда предостерегал, потому что врачи, да, говорят, надо ставить, но в каком состоянии находится иммунная система, в каком состоянии находится человек, которому ставится прививка, Может, у него организм работает на пределе уже вот этих возможностей своих адаптационных. Да, тут вливается новый яд, новый раздражитель, новый стрессор. И, безусловно, организм уже дает сбой, его система не справляется, человек заболевает. Поэтому очень важно, я считаю, в психосоматике современной уделять очень большое внимание, потому что, безусловно, наша система, ну, как я ее сравниваю, я ее сравниваю с рукой как раз. Рука, она очень хорошо демонстрирует это. Вот смотрите, вот мы попроснулись с утра, и у нас рука разгибается вот так. Разгибается, что бы мы сделали? Мы бы забили тревогу, побежали к врачу. Вот часто наш организм и вся наша система работает именно так. Или по-наоборот, я проснулся, у меня рука расслабленная, и я не могу даже, ну, вот, то есть она вот так вот у меня сжимается, и я понимаю, что все. То есть это максимум усилия, которые я могу сделать. Я тоже побежал к врачу. Мы этого не замечаем. Она у нас вот так сжимается, я говорю, о, я классно вообще живу. Занимаюсь йогой, правильно питаюсь, вообще медитирую, молюсь. Я вообще себя чувствую хорошо, даже не подозреваю, что у меня рука может сделать вот так и вот так. Вот именно в руке заложена вся мудрость вот этого движения. Мы не должны быть не такими, не такими. То есть жизнь – это движение, это постоянное движение, это расширение, сжатие. Это очень тонкое взаимодействие. Рука у нас может быть напряженной, но она может быть тонкой. Пример, допустим, хирурга, работающая скальпелем. Это тонкая работа, но он держит скальпель, но у него держится в руке. Художник, который рисует прекрасную картину, у него держится кисть в руке, но он свободен. У него откуда-то это движение свободы дает руке нарисовать это прекрасное полотно жизни. И также хотелось бы обучить и современного человека, потому что сейчас система современного человека находится в очень сильной активизации. И вот это даже из моей практики расслабления, на моих сеансах, я замечаю это последние, наверное, больше пять лет, иногда система организма расслабления воспринимает за угрозу. То есть у него система научила себя выживать вот в этих условиях, в активизации. Потому что когда-то, когда он был расслабленный, возможно, когда у него система была открытая, он получил какую-то травму, этот человек, либо психологическую, либо еще какую-то. И его система сказала, нет, я вот так вот выжил, я активизировался и тогда выжил. Когда я был вот так, вы меня чуть не угробили, когда я был расслабленный. И приходится налаживать очень такой тонкий мост между вот этими двумя людьми, которые заключены в нас. Который говорит, спасайся и остерегайся всего. А другой говорит, откройся миру и будь открыт миру. Открой свое сердце, открой свою душу. Их надо помирить, потому что основная задача целительства, вот это собирание целостности. Не будем говорить про много органов и систем, а именно поговорим про это, активизация и расслабление. Вот хотя бы вот если разбираться на примере этих двух систем, хорошо бы их помирить между собой. Чтобы человек, его система могла, когда нужно мобилизироваться и собраться для решения какой-то задачи, либо справиться с стрессом, и могла расслабиться. Могла себя полечить в этот момент, в момент расслабления, в момент релаксации. В принципе, для чего был предназначен человек увидан человеческий сон. То есть человек во сне, по идее, его организм себя восстанавливает и лечит. Есть разные теории, есть теория висцерального сна. Висцер – это внутренние органы, что внутренние органы себя лечат. То современный человек тоже, он уже не отдыхает очень давно. И почему я радуюсь на сеансах, и люди это воспринимают, они сюда приходят. Некоторые сидят в кресле, родители спят, когда у них у детей начаться процесс, они уснули. Потому что одна система, семейная система. Потому что вот этого сна как раз не хватает современному человеку. Вот этого расслабления. И люди встают после сорока минут сеанса, говоря, что я не высыпался так уже много-много лет. И он встает, человек, вот я на примере вот этой девочки, которая была. Она встает не то, что когда мы детей привыкли будить с утра, они вот такие, это мне, я опять там спать. Она встает бодрая. То есть у нее такое ощущение, а это полный урубон. Вот 40 минут на сеансе, она просто вообще. То есть новорожденные дети, они, я родители предупреждаю, что после сеанса они могут проспать и 5-6 часов, чтобы их не будили даже на кормление. Потому что вот этот стресс ощущается в теле маленького ребенка, и он откладывается в тканях, он откладывается во внутренних органах. И он, безусловно, запускает вот эти все психосоматические реакции, которые уже имеет взрослый человек. Ну вот, как-то так. Спасибо. Как-то хочется подчеркнуть, вот, в завершение, когда мы говорим о психосоматике, да, конечно, в проблемах со здоровьем может быть компонент психологический. Но это не значит, что психолог может заменить помощь медицинскую, да, в том числе помощь остеопатическую. Вот, ну, очень важно, дорогие зрители, вот про это помнить. Что иногда специалистам просто, что нужно работать вместе, да. Есть специалист, который помогает вам в одном, и специалист, которым нет. Да, да, и хочется услушать, Лен, то есть я, ну, стараюсь какие-то тоже дать такие техники безопасности. Всегда с осторожностью относитесь к той информации, когда вы попадаете к специалисту, и он уверенно говорит, что он вылечит ваши заболевания. То есть, вот, отнеситесь очень осторожно. Вот, если человек говорит, что он работает со смежными специалистами, да, и направляет вас там, вот, ну, я направляю, допустим, там, психотерапевтом, потому что некоторые моменты я, ну, я очень давно работаю с какими-то людьми, и мы очень близко много чего знаем, и мне бы не хотелось поднимать психологический вопрос. Я работаю и с ортодонтами, и с ортопедами, и с хирургами, и с психиатрами классическими, да, в больнице у меня есть человек, которому я направляю, и онкологи. И я не считаю зазорным, как бы, а наоборот, для меня это очень большая такая радость, что я могу направить человеку не просто так, а который понимает и мою специфику работы, почему я туда направил. И мы вместе ведем пациентов, и это, конечно, ну, очень хороший результат на выходе, потому что сам я не могу, потому что, да, действительно, есть моменты, когда можно полечить руками, а когда-то нужно добавить и медикаментозную терапию, и психотерапию, и двигательную терапию, и еще что-то, да, то есть подключив специалиста, опять же, который мысли тоже уже объем. Вот я работаю со стоматологом, у которого до недавнего времени был рядом кабинет, в котором сидел психолог. Вот тоже интересно, почему бы, да, такое, потому что височно-нижнечелюстной сустав, и мы знаем, сколько там всего психотерапии прошито, и агрессии, и злости, и сдержанных эмоций, и сжатых зубов, и всего-всего-всего-всего. И я забыл фамилию стоматолога в советское время, который написал целый труд, его чуть ли не сослали за это все, потому что он описал несколько летальных случаев после стоматологии пациентов. То, что человек пришел и покончил с собой после стоматолога. Потому что рот – это очень интимная зона еще ко всему прочему. И если человек работает без знания этого стоматолога, то тоже можно нарваться на очень большие подводные камни. Я как раз вот, ну, таких специалистов просто вот они у меня на руках, и они у меня в записной книжке у моего администратора. И я говорю, начиная от ортопедов и кончая всеми, когда я говорю вам, нужно еще туда. Потому что современный человек – это сложный человек, уже невозможно одним методом взять и вылечить вот этот весь клубок проблем, который приходит к нам. Нам бы хотелось, конечно. Наша эго говорит, мы все можем, мы все сделаем, но практика показывает, что не получается. Большая радость, когда именно ты помог человеку и запустились какие-то механизмы самоисцеления, саморегуляции. Человек поменял как-то образ жизни, свои взгляды, стал более широко смотреть на жизнь. Безусловно, это здорово. Но вот, к сожалению, а может быть и не к сожалению, что современным человеком надо все-таки заниматься, я считаю, более тонко и более нежно, чем это было раньше. Потому что человеческая психика, человеческое тело стали более восприимчивыми, более хрупкими. Поэтому берегите себя, берегите своих детей, берегите свои состояния внутри семьи, потому что именно это пространство и дает здоровье нам, пространство наших близких людей, пространство наших семей, наших друзей. Это великие исцеляющие пространства. Берегите, не создавайте хаоса, упорядуйте хаос вокруг себя, вокруг своей жизни, потому что это база, на которой строится здоровье нас и наших детей. Хочется пожелать бережности, дорогие наши зрители, слушатели. Спасибо вам, что вы были с нами в эфире. Пожалуйста, вы постфактум можете тоже написать комментарии. Мы с Олегом посмотрим с интересом. И, Олег, конечно, большое-большое спасибо тебе и человеческое, и профессиональное, и большое уважение. Спасибо большое всем, кто слушает. И спасибо, Ирочка, тебе, что мы наконец с тобой увиделись, учитывая наши занятости с тобой, расстояния. И я, конечно, как обещал тебе, постараюсь вырвать время, приехать на твой декадник, поддержать тебя и увидеть, и обнять уже телесно, чего нам не хватает. Это телесности. Обнимайте друг друга, целуйте, прижимайте детей к своему сердцу. Всего вам хорошего. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.